Сочи утвердили бюджет города на три года. Депутаты городского собрания приняли его в первом чтении. Сочинцы могут сами решить, как сделать свой двор красивым. Средства на это поступят по программе «Комфортная среда». Пиротехника под контролем. Инспекторы МЧС вышли в рейд по магазинам фейерверков. Здесь на выступления торопились не зрители, а артисты. Цирк Тамерлана Нукзарова приехал в гости к воспитанникам интерната. Сегодня в России отмечают День Конституции. Ровно 24 года назад прошел всенародный референдум, по итогам которого и был принят новый основной закон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня отметил в интервью, что Конституция позволила в сложный для России период сохранить государственные устои, а также стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. Цитирую. «Мы можем свободно жить и трудиться, быть полноправным представителем общества, ощущать уверенность в завтрашнем дне. Руководствуясь главным документом и опираясь на поддержку президента, Краснодарский край укрепляет приоритетные отрасли экономики, повышает уровень жизни кубанцев. Мы модернизируем сферы здравоохранения, образования и науки. У нашей страны и у нашей Кубани есть все основания для дальнейшего роста как экономики, так и благосостояния ее граждан». Конец цитаты. Вениамин Кондратьев сегодня провел прием граждан. Губернатор Кубани встретился с овдовами героев Советского Союза и России. В зале собрались жены участников Великой Отечественной и военных, которые погибли при исполнении служебного долга в ходе чеченской кампании. Звание героев многим присвоено посмертно. Сегодня их именами называют улицы и скверы в городах и станицах Кубани. Женщины выступили с предложением установить там небольшие памятные мемориалы. «В районе Восточно-Кругляковской улицы компактно сейчас обустраиваются улицы Герой Втрошева, Яцкова, Сарабеева, Посадского. Хорошо бы было установить обелиск, потому что улицы называются там Герой такой-то, а жители не знают Герой и что за этим стоит». «Абсолютно правильная идея. Нам важно, чтобы она, правильно сказано, еще раз воплотила жизнь. Вот Краснодар пусть будет первым, может быть, городом в России, я уверен, где улица, если именя, начинается с обелиска, с постамента, с описанием вот на этом обелиске, что человек сделал, почему, описание его подвига. «Герой». «Да, почему он Герой». И вот тогда, Сараба, это уже будет совсем другой подход». На встрече также обсудили проблемы, с которыми вдовам героев сложно справиться в одиночку. Для взаимной поддержки они объединились в общественную организацию. Своему заместителю Вениамин Кондратьев поручил оказывать ей всю необходимую помощь. О героях Великой Отечественной войны говорили в Краевой администрации. Глава региона провел заседание Оргкомитета Победа. Вениамин Кондратьев дал поручение выпустить медали к юбилейной дате – 75-й годовщине освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. На совещании также обсудили все детали празднования важной даты. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Череду памятных дат начинает Туапсинский район. Там день освобождения от немецких захватчиков отметят уже через неделю, 20 декабря. Затем эту эстафету примут в других районах. Праздники пройдут именно в том порядке, в каком солдаты Красной Армии освобождали города и станицы. Все строго в соответствии с хронологией боев. О них готовы в подробностях рассказать те, кто 75 лет назад боролся за мирное небо над Кубанией. Несмотря на почтенный возраст, ветераны Великой Отечественной все так же в строю. Своими воспоминаниями они делятся со школьниками и студентами. А их мнение во главе обсуждения краевой повестки на совещании у губернатора. Дети, конечно, любопытны. Они с удовольствием слушают и воспринимают то, что они слышат от живых людей, от тех, кто сам видел войну. Я всегда рассказываю о тех своих товарищах, которые погибли на моих глазах, которые вместе со мной служили, которые защищали Курскую дугу, освобождали Белоруссию, Украину и так далее. Так что живое слово живого ветерана сейчас и сейчас и всегда оно весомо и доходчиво. Выглядит живой пример для нашего просто одного из фильмов. Вот пусть 17-летние мальчишки возьмут и затиснут свою сегодняшнюю жизнь с его жизнью в его 17 лет. И все. И больше ничего говорить нам не придется им. Когда они один, второй, третий, возьмите сериалом, выдайте и все. Анна Алексеевна, здесь надо максимально вам сегодня эфир загружать передачами о нашей победе. Встречи показывайте с ветеранами. Вовлечены в эту работу будут все без исключения средства массовой информации, как краевые, так и муниципальные. Но понимаем, что сегодня молодежь в основном у нас получает информацию не из телевидения, а в большей мере, конечно, из интернета. Поэтому для нас принципиально важно разработать такие форматы в сети, чтобы это было им интересно, чтобы это было интерактивно. Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков – одно из самых важных событий Великой Отечественной войны. Эта победа знаменовала завершение битвы за Кавказ. Тогда сражались все, не делясь на национальности и конфессии. Как и тогда, 75 лет назад, эту памятную дату отметят вместе с ближайшими соседями. «Нам нечего делить с вами. Победа была одна на всех, и проблема была одна на всех у нас. И поэтому рука об руку. Спасибо всем участникам, спасибо вам большое. Мы готовы. Я передам всю атмосферу, все, что происходило здесь Мурату Корольбеевичу. Я думаю, что мы продолжим и сделаем. Достойно проведем эти мероприятия». «Спасибо, Хавида Худович, за инициативу, еще раз подчеркиваю, она пришла от ветеранской организации Адынии, о совместном праздновании и за такой подход. Битва за Кавказ была общая у наших предков, общая. И победа одна на двоих была. А вместе это была великая победа великой страны. Вот как мы здесь, только вместе, только вместе. Сейчас, завтра, послезавтра и на долгие века». Ни один участник тех событий не должен остаться в стороне, дает самое главное поручение Вениамин Кондратьев. Живых свидетелей истории с каждым годом становится все меньше. Сегодня в крае ветеранов Великой Отечественной войны всего около пяти тысяч. Дойти до каждого, поздравить и вручить приглашения, помочь с транспортом и обеспечить медицинское сопровождение. Это первоочередная задача, о которой говорит губернатор. Праздничные мероприятия нужно провести не для красивого отчета. «Мы должны не просто отпраздновать эту дату. Мы отчасти должны где-то ее прожить. Но вместе с молодежью, самое главное, с молодежью прожить и прочувствовать. Мы обязаны эту память сохранять. Обязаны. Память о нашем великом народе, народе победителей, который подарил мир всему миру, иначе не скажешь. А этот праздник, он нужен не мертвым, он нужен живым. Давайте так, чтобы молодежь ахнула и на самом деле ощутила ту радость победы, которую ощущали наши прапрадеды, наши деды». К важной дате подготовят специальную награду. В знак благодарности за мирное небо учредят медаль к 75-летию освобождения Кубани. Вручат их тем, кто был на передовой и защищал тыл в страшные героические годы Великой Отечественной. Мария Крошная, Денис Маскаленко и Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. В Сочи утвердили бюджет города на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект был внесен на рассмотрение депутатов городского собрания Сочи. И сегодня на внеочередной сессии депутаты приняли его в первом чтении. Бюджет на 2018 год и плановый период последующих двух лет, как и прежде, социально ориентирован. 64% будут направлены на соцнужды. Сегодня на внеочередной сессии городского собрания Сочи были утверждены основные параметры бюджета. Он сбалансирован и на 2018 год составляет порядка 10 миллиардов 620 миллионов рублей. Сейчас идет активная работа в департаментах профильных городского администрации, департамента комитета городского собрания, для того, чтобы мы вошли в федеральные и краевые программы. Для этого средства как раз мы заложили в этом бюджете, который мы сегодня утвердили. А сейчас идет защита этих документов в краевых структурах. Что означает? То есть мы готовим проект на смертную документацию, на строительство школ, на строительство детских садов, ремонт дорог. Защищаем и получаем дополнительные средства. И планируем выйти на те же показатели, которые были в 2017 году. Город планирует получить порядка 3 миллиардов из краевого и федерального бюджетов. Деньги в том числе будут потрачены на строительство пристройки к 82-й школе, 15-й гимназии и школы на Мамайке, а также ремонт дорог. Всего в проекте бюджета реализация 29 муниципальных программ. На какие конкретно проекты и сколько будет выделено средств, решат во втором чтении. На следующей сессии 26 декабря. Также сегодня были внесены изменения в бюджет на текущий год. Дополнительно выделены средства управлению культуры на повышение зарплат и проведение новогодних праздников. Федеральная программа формирования комфортной городской среды в крае реализуется с начала этого года. Со следующего начнет работу и городская программа «Комфортная среда». Рассчитана она на 5 лет и в ее рамках предусмотрено благоустройство придомовых территорий, замена и ремонт уличного освещения, комплектование детских и спортивных площадок. Порядка 400 объектов только в Хостинском районе станут участниками программы. Как именно она будет работать и как стать ее участником, расскажет Рината Шипулина. Благодаря программе «Комфортная среда» город получил возможность привести в порядок дворовые территории. Причем речь идет о проведении глобальных работ по благоустройству. Это асфальтирование проездов, ремонт ливневых систем, установка бордюрных камней, освещение придомовых территорий, ремонт или обустройство детских площадок и озеленение. В районах проводили инвентаризацию территорий для того, чтобы включить их в программу. В 2018-м только в Хостинском районе благоустроят порядка 70 территорий. Заявки уже приняты и одобрены. Утверждено по сравнению главы города Сочи. Антон Николаевич его подписал в конце ноября. Туда, по Хостинскому району, мы включили 23 общественных территории. Это наши скверы, парки, зеленые зоны, которые требуют благоустройства. И 386 параментализированных придомовых территорий, которые у нас будут благоустраиваться на протяжении работы всей программы. Это 5 лет с 2018 по 2022 год. Участие в программе – это исключительно инициатива жителей. Причем не имеет значения, какая форма содержания дома – ТСЖ или управляющая компания. Необходимо подать заявку и собрать документы. Их перечень можно найти на сайте мэрии. Светлана Мещерякова, председатель правления ТСН «Надежда» в Кудепсте, узнала о программе в районной администрации. Провели собрание собственников и приняли решение об участии в программе. Жители определили перечень необходимых работ по благоустройству и подали заявку. О том, что дом вошел в программу, узнали позже. Это, признается женщина, оказалось приятным подарком к Новому году для всех жильцов дома. Мы сделали все равно в ТСЖ много. Мы сделали себе новую детскую площадку, мы поставили видеонаблюдение, мы навели порядок в подъездах. В общем, очень много сделали. Но все равно у нас впереди очень много работы, поэтому нам нужна помощь. От государства мы рады, что эта программа вошла в наш город. Другим жителям я порекомендовала бы просто активней жить в своем доме. И желать, чтобы ваша жизнь была лучше и лучше, мы должны сами этим заниматься. Сейчас ряд документов программы находятся на согласовании в крае. Ожидается, что на весь период реализации проекта, это пять лет, город получит на условиях софинансирования полтора миллиарда рублей. 300 миллионов будут распределены в следующем году между районами на создание комфортной среды. В результате сочинцы получат современные красивые придомовые территории. Финансирование программы «Комфортная среда» начнется со следующего года и будет разделено на два этапа. Первый – это проектирование и проведение торгов на выполнение работ. Второй этап – непосредственно благоустройство территории. И эти работы планируют начать со второй половины 2018 года. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 13 декабря котельная номер 19А будет остановлена в связи с врезкой нового оборудования. С 8 утра до 17 часов вечера жители микрорайона «Голубые дали» и центра Адлера останутся без горячего водоснабжения и отопления. Новые сетевые насосы, которые будут установлены, позволят повысить качество услуг, отметили в МУП «Сочи Теплоэнерго». И к другим новостям. «Сочинская ТЭС» внедрила передовой тренажерный комплекс для обучения персонала. Программно-техническая платформа полностью воспроизводит алгоритмы работы всего процесса производства. Аналогов тренажеру, созданному специально для теплоэлектростанции «Сочи» на объектах генерации Краснодарского края, нет. Подробнее Инга Габешия. В этом новом тренажерном классе сотрудники «Сочинской ТЭС» повышают квалификацию и оттачивают навыки в деле ликвидации аварийных ситуаций. На этом мониторе можно смоделировать любую внештатную ситуацию, будь то отключение насоса, электродвигателя, либо турбины. Почему он такой передовой? Во-первых, у нас уникальное расположение. Ни на одной станции Краснодарского края такого расположения нет. То есть он находится прямо рядышком с главным частным управлением. И позволяет людям находиться и ликвидировать ситуацию непосредственно на рабочем месте фактически. Часы специальной подготовки на таком уникальном для всего Краснодарского края тренажере для персонала электротехнического, теплотехнического и химцехов проводят регулярно. Главная задача – научиться работать так, чтобы не допускать отключения электростанции и, соответственно, нарушения теплоэнергоснабжения потребителей. Сегодня мы отрабатываем действия персонала при характерном для зимнего периода ситуациях. Это снижение температуры наружного воздуха и отмерзание импульсных линий на котлах-утеризаторах первого-второго блока. Благодаря использованию тренажерного комплекса мы смогли снизить до минимума возникновение внештатных ситуаций. Энергетики ожидают, что благодаря использованию тренажера в условиях дефицита времени на принятие решения команда «Сочинская ТЭС» будет действовать четко и оперативно, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Данное оборудование – одно из самых современных в России. К слову, передовые на ТЭС – все установки. Поскольку у нас очень эффективные технологии, примены парогазовые, тарифы на электроэнергию и на тепло от нашей станции ниже, чем от традиционной. Если такие станции будут больше, соответственно, тарифы для населения будут ниже. Как единый слаженный механизм персонал ТЭС работает каждый день. К слову, к холодам станция готова. Сбоев в теплоэнергоснабжении, уверяют специалисты, в Сочи не будет. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Пиротехника под контролем. Инспекторы МЧС вышли в рейд по магазинам фейерверков. От продавцов салютов проверяющие требуют соблюдения техники безопасности. Визит инспектора пожарного надзора МЧС стал явно неожиданным для продавца фейерверков. С виду все в полном порядке, но интересуют все же детали. В первую очередь сертификат на товары. Важны и условия хранения, и количество бомбочек и хлопушек на один квадратный метр. Да и сами продавцы демонстрируют знания о том, что продают людям. Продавец едва, но все же проходит экзамен на знание товара. Инспектор обещает вернуться снова и опять попросить продать ему фейерверк. Важно, чтобы пиротехнику не отпускали тем, кому меньше 16 лет. Остальным же проводили подробный инструктаж. В основном это знал. Ну, кроме того, что с 18 лет, может быть, вот это. Так вообще 16 лет продают по закону. Остальное мне понятно. Инструктаж я покупателей регулярно провожу и говорю, что с руки нельзя стрелять. Все остальное тоже. Дома нельзя пиротехнические изделия использовать. Я тоже говорю. Мелкие недочеты продавец тут же берется исправлять. В соседнем павильоне инспектора и вовсе некому было встречать. Хозяев то ли не было на месте, то ли просто не решились выходить на разговор, когда на полках товар явно не первой свежести. Одно из главных требований к магазинам фейерверков – это отдельно стоящее здание. Здесь же над расположением торговых рядов, очевидно, никто не задумывался. Которое располагалось непосредственно в торговом павильоне на пути к эвакуации, что является недопустимым требованием пожарной безопасности и нарушением. Данный руководитель предприятия был проинструктирован и предупрежден об административной ответственности. В случае повторного выявления нарушения, мы планируем это сделать, будут применены уже меры административного воздействия. Помимо постоянного мониторинга продавцов фейерверков, ведется активная работа с покупателями. Прежде чем купить любую хлопушку, важно знать простые правила по их использованию. Большая профилактическая работа. Мы ее выстроили в несколько этапов. Два этапа мы уже провели. Это и работа в школах, это и сельские сходы, это и раздача памятник, и структажи и так далее. Мы эту работу продолжаем и наращиваем, потому что новогодние праздники все ближе и ближе. Через несколько недель в сочинском небе раздадутся тысячи залпов. Неописуемая красота для одних и самое горячее время для других. Профилактика и мониторинг сегодня – это расчет на то, что наступающий Новый год не омрачится происшествиями. В Сочи продолжается общегородская акция «Подари улыбку другу». Детские работы уже заметили в салонах автобусов внимательные пассажиры. Теперь за понравившийся рисунок можно проголосовать. О том, как поддержать детскую инициативу, расскажем далее. Мы маленькие дети, нам хочется кулет! Мы маленькие дети, нам хочется кулет! Этим танцам ученики гимназии номер 9 дали старт общегородской акции «Подари улыбку другу». Флэшмоб провели около зимнего театра, чтобы привлечь внимание жителей города. Одновременно был дан старт голосования за лучший рисунок. Результат детского творчества сочинцы могли увидеть в муниципальных автобусах. Сегодня мы даем старт нашей акции, которая, ну, наверное, нельзя ее назвать новой, но это действительно новый виток в развитии нашего школьного сюжета. Запустили шарики в небо, и школьная инициатива переросла из локальной в общегородскую. Сначала никто не подозревал, что масштабы акции выйдут за пределы школьного двора. Первые работы дети нарисовали в начале октября. Сейчас их около тысячи. Особое внимание было уделено вовлечению детей, которые имеют проблемы по воспитательной линии, как раз для того, чтобы показать им, что самое главное – это дарить тепло и улыбки окружающим, и тогда они обязательно вернутся и к ним. Школьная акция получилась настолько успешной, что педагоги решили поделиться детским творчеством с жителями и гостями Сочи. Выбрали для этого самое посещаемое место – муниципальные автобусы. Присоединиться к проекту предложили МУП «Сочи Автотранс». И уже в середине октября в общественном транспорте появились первые рисунки. Положительное настроение поднимется. Очень красивые рисуночки. Я вижу, что дети стараются, рисуют, и у них это получается. Очень даже здорово. В такую погоду надо, чтобы веселее было, настроение поднималось. Это наше будущее. Если они тем более растут творческими людьми, так это просто замечательно. Поскольку акция нашла отклик у жителей и гостей Сочи, организаторы решили вовлечь в нее всех желающих. Сделали открытое голосование. Теперь пассажиры общественного транспорта могут поддержать детей и проголосовать за понравившийся рисунок. Что изменилось? Что изменилось? Ну, люди спрашивают, что это такое. Рассказывают, говорят, очень красиво, приятно. Дети нас радуют. Более добрее люди стали. Оставить свой голос можно на сайте changesochi.ru в разделе «Опросы населения». Электронный адрес на ваших экранах. Либо просто написать в поиске название акции «Подари улыбку другу». Для голосования регистрация не требуется. Достаточно просто ввести порядковый номер, который указан на самом рисунке. Итоги первого этапа голосования подведут 15 января. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи стал лидером среди популярных на Новый год морских курортов России. Рейтинг составлен по результатам анализа брони жилья туристами с 30 декабря по 8 января. В лидирующей десятке 6 курортов Крыма и 4 курорта Краснодарского края. Ялта, Сочи, Севастополь, Судак, Алубка, Анапа, Геленджик, Евпатория и Алушта. По данным сайта бронирования жилья, в центре Сочи туристы планируют новогодний отдых в среднем на 7 ночей. Дешевле всего, исходя из рейтинга, отдыхать в Анапе. В целом, Краснодарский край в этом году стал самым популярным курортным регионом России. Артисты уникального цирка «Тайны Ледяного замка» Тамерлана Нукзарова в гостях у детей школы-интерната номер 2. Клоуны, жонглер, оригинальный пудель и, конечно же, Дед Мороз. Предновогоднее настроение воспитанникам интерната уже обеспечено. В этом убедилась Елена Сецина. Первое веселое знакомство с клоунами. Обычно дети сами приходят в цирк, но в этот раз цирковые артисты пришли в гости. Получилась забавная предновогодняя встреча в стенах интерната, от которой, конечно же, каждый ребенок ждал чудо. Кроме этого, он нам дарит билеты на 23-24 нашим детям на новогоднее представление. В нашем интернате проживают 350 детей, это детки с ограниченными возможностями здоровья. Большое спасибо организаторам, что нас вспомнили, что нас пригласили. Дай Бог всем здоровья и счастья в новом 2018 году. Порадовал ребят Пудель, его дети еще раз увидят в цирке, когда все вместе поедут уже на большое цирковое новогоднее представление под названием «Тайны ледяного замка». А здесь у ребят была возможность получить мастер-класс от артиста оригинального жанра и даже самим попробовать себя в роли жонглеров. Ну а Дед Мороз с подарками ознаменовал приближение волшебства. Сами ребята рассказали, как сильно они любят и ждут сказочный праздник Новый год, на этот раз подаренным цирком Тамерлана Нукзарова. А для всех ребят Сочи новогодние представления начнутся 16 декабря. Огромные эмоции, это классно, когда ты можешь своим искусством, своим творчеством подарить детям добро и увидеть улыбки. Больше, мне кажется, ничего не надо. Когда представление завершилось, каждый ребенок непременно хотел пообщаться с веселым Пуделем и клоунами. Дети постарше признали жонглеру Гуру и Саджаняну, что тоже хотят быть артистами цирка. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К новогоднему столу целую кладовую полезных элементов привезла известная компания «Рыбак Камчатки». Рыбная продукция будет представлена на выставке-ярмарке «Новогодняя шкатулка» с 14 по 17 декабря в выставочном центре на Несебрской 1Б. Рыбак Камчатки предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Новогодний стол украсят такие деликатесы, как белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 14 по 17 декабря в павильоне «Рыбак Камчатки» в выставочном центре на Несебрской 1Б. На выставке-ярмарке «Новогодняя шкатулка». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.